Людмила Гурченко. На самом деле свою внешность она действительно не считала выдающейся. По ее мнению, главным достоинством было умение смотреть на себя объективно. Саму себя она изучала всю жизнь, выделяла достоинства, умела скрывать недостатки. При этом актриса делала ставку на собственную индивидуальность, не желая быть категорически такой, как все. Гурченко неустанно формировала свой собственный стиль и советовала женщинам почаще рассматривать свои фотографии, становиться перед зеркалом и анализировать, какие фасоны подойдут к типу фигуры, какие аксессуары отвлекут внимание от недостатков. А вот к моде относилась с изрядной долей снисходительности, ведь угнаться за ней слишком сложно. Гурченко была уверена, нельзя повторять то, что видишь на других. Пусть даже это будут самые ультрамодные вещи, ведь кому-то они могут идти, а вот конкретно тебе нет. Актрису постоянно при этом критиковали за слишком экстравагантные образы, приоткрытая в танце колено, нестандартную прическу, которую почему-то называли вульгарной. И надо было обладать определенной смелостью, чтобы противостоять волне критики и придерживаться выработанного стиля. Но что могло быть не скромного, например, в образе Леночки Крылова из «Карнавальной ночи». Однако именно там героиня актрисы танцевала с таким азартом, что невзначай оголила коленка. Этого на тот момент было достаточно для шквала критики. Впрочем, Людмила Гурченко считала смелость своим достоинством. Именно она позволяла ей создавать неповторимые цельные образы, которые она надевала на себя как платье, а потом держалась, говорила, ходила именно так, как того требовал ее наряд. Конечно, на пике карьеры актриса могла себе позволить наряды от ведущих модельеров Советского Союза при выездах за рубеж приобретать платье от кутюр, но при этом могла приобрести два одинаково дешевых платья где-нибудь в детском мире и за пару ночей смастерить себе такой наряд, от которого в обморок падали первые красавицы и модницы. Ей задавали вопрос о том, а кто дизайнер ее сногсшибательного костюма? Это Кавалли или Карден? И при этом Людмила хохотала до слез. Она неустанно придумывала украшения для своих блузок, завязывала банты самым немыслимым образом, расшивала наряды экзотическими растительными узорами, создавала орнаменты из бисера. Да, это был потрясающий креативный подход к созданию образа. Могла смело идти на любые мероприятия в платье, приобретенном где-нибудь в столичном универмаге. Все равно узнать в нем изделие масс-маркетом было практически невозможно, как нельзя было встретить второй такой же наряд. А согласитесь, это многого стоит. Даже туфли умудрялась расшивать бусинами и бисером. Важным Людмила Гурченко считала для себя умение шить. Ну, конечно, она способна была переделать любой наряд, тем более, что на ее тонкую талию и в самом деле трудно было отыскать готовое платье даже от кутер. Пресловутые костюмы от Кавалли или Кардена она безжалостно перешивала. Впрочем, масса платьев и блузок, а также сценических костюмов создавала самостоятельно, начиная с эскиза, заканчивая пошивом собственноручно пуговиц. Представляете? Ради возможности создавать наряды самостоятельно Гурченко методично осваивала сложнейшую вышивку, училась работать с кружевами. И именно умение шить позволило актрисе выглядеть стильно. Дефицит ей страшен не был никогда. До конца дня она могла из пары отрезков ткани и нескольких украшений сотворить неповторимый и невообразимый образ, причем на все случаи жизни. Людмила Марковна, ах, как гордилась тем, что жила честно. Не единственной своей женской ложью считала желание обмануть свое тело. Еще очень хотелось приукрасить обувь и что-нибудь эдакое сотворить для того, чтобы показать головной убор особенный, не такой, как у всех. Она очень хотела оставаться молодой и красивой, полагая, что нельзя за это осуждать женщину. С грустью говорила о том, что ее опыт и мудрость никому не нужны. И продолжала делать все вопреки моде, тенденциям и, да, собственному возрасту. Она оставалась нужной, несмотря на то, что болел, застарел и перелом, на сцену выходила и вновь ощущала себя молодой и востребованной. Самый главный секрет Людмилы Гурченко крылся в прямой спине. Несмотря на обстоятельства, косые взгляды, осуждающие слова и постоянную критику, она держала спину прямо и советовала всем следовать ее примеру, никому не показывала свою слабость и шла по жизни с гордо поднятой головой. На самом деле Гурченко знала еще один секрет – никогда не говорить о себе всей правды. Даже без ее участия о ней и так рождалась масса слухов, масса легенд. Поэтому актриса научилась скрывать свои истинные чувства и эмоции, а иногда некоторые факты собственной биографии. И да, она добилась своего, она была иконой стиля и в свое время и продолжает оставаться ею даже после ухода сегодня.